Хочешь себя попробовать? Вот как ты можешь себя попробовать в качестве общественно-политического? Он не может быть кем угодно. Он может быть человеком, у которого постер Чикатило висит. Если у него нулевая репутация, как это понять? Когда он пришел, он в вами с улицы. Ну, все-таки, на есть 450 человек отобрали. Он может быть 20. Продолжение следует... Были перспективные. И я рад, что мы, в общем, в значительной части из них не ошиблись. И они стали тем самым костяком открытой России, которая вот сейчас работает у ребенок. Мария Баранова, которая активно участвовала в этом процессе, говорила, что на выбор, на поддержку, на весь этот процесс, выбор в Думу, вы потратили около 3-х миллионов долларов. За ними я не могу комментировать данный вопрос. Мне не хочется его комментировать. И не потому, что я стесняюсь рассказать. Я просто не хочу подставлять людей. Подставлять людей? Ну, ваше мнение. Совершенно верно. Но, по сожалению, наша власть по-разному не сталкивает то, что я делаю. В любом случае, речь очевидно идет о сумме больше, чем миллион долларов. У вас нет ощущения по прошествии этих выборов, что эти деньги были исключены в монетарство? Чтобы потратили зря. Если бы мы с вами посмотрели на реальную избирательную кампанию, то, конечно, ее критерием была победа. Но в той ситуации, в которой мы находились, естественно, ни о какой победе на выбор внести речь было нельзя. Потому что, понятно, этого бы никто не допустил. Стоит ли тех вложений и силы времени и, в общем, репутации отбор полутора десятков людей в регионах России, за которыми пришли собранные в рамках вот этой вот избирательной кампании активисты, которые, собственно говоря, составили костяк «Открытой России», я считаю, несомненно, слоя. А, собственно, мы сейчас наблюдаем это в исполнении Алексея Навального, который тоже с высокой степенью вероятности ни на какие выборы не попадет. Во всяком случае, избирательная комиссия об этом высказалась достаточно определенно. Действия властей демонстрируют, что, видимо, это было согласованное высказывание. Тем не менее, тратятся очень большие средства по всей стране на то, чтобы привлекать людей в штабы. И я считаю, что это не напрасно, это очень важно. Представим, что что-то случилось, и Навального допустили к выбору президента России 2018 года. И представим, что он побеждает. Как бы он это делал? Вас бы это вызвало радость или страх? У меня бы это вызвало, с одной стороны, радость, потому что я считаю, что любая сменяемость власти – это хорошо. С другой стороны, я точно бы сказал, что это – делайте склады на тяжелые времена. А голод начнется? Не голод, я имею в виду, в широком смысле. Нет, просто мы вернемся к неприятной для всех системе монопольной власти в течение нескольких лет, может быть, пяти лет, может быть, шесть или лет. Что с монопольной власти? Монопольная власть – это когда в стране существует один центр людей. Это один центр, который в полномочении премидающий, а все остальные зависят от них. То есть, для вас это международное власть – это знак равного? Нет, он не вставит знак равного. Еще раз я говорю. Сменяемость всегда лучше. Путин в начале своего пути воровал намного меньше, чем сегодня. Путин, ну или давал воровать своему окружению, мы не знаем, там, сам Путин лично что-то, в карман или нет, давал воровать своему окружению намного меньше. Путин в начале своего пути был заметно либеральнее, чем сегодня. Но путь, который проделывает вождь в нашей стране, он всегда более-менее один. И с этой точки зрения я считаю, что очень важно, чтобы и Навальный прошел во власть, и еще какие-то люди прошли во власть, те, которые представляют... Ну все, ролик посмотрел. Типа он переживает за страну, чтобы она к Европе присоединилась, Америку догнала. Патриот. Патриот России. Короче. Отличную фирму сделал, но помешали ему. Путин вонючка. Путин, конечно, бандюган, но тоже сомнительно, что он такой идеальный бизнесмен. Все равно все-таки у меня сомнения какие-то есть в народе просыпается, думает каждый день. За рубежом тоже куча проблем есть. А, он уже сказал, что говорит, вот Украине не особо хочу помогать. Так, если бы Украине помог, то и России бы помог. Что-то не понимаю я до конца, что ему нужно. Если у него 500 миллионов долларов, то зачем куда-то в какие-то дела вкладывать? Тем более, неизвестно, что за фирмы, какие он вкладывает. Может быть, они нифига не прогрессивные, а наоборот, какие-то вредные особые информации-то никакой нет. Ну и то, что с Березовкин, как он объяснил, они Ельцину помогали. А Ельцин же Путина назначил. То есть, вообще странно. Получается, он сам себя уничтожил. Помогал этому придурку Ельцину. Что-то странно, странно. Я явно был уродом Ельцин, который просто всех там убивал кругом, докомандовал. В общем, ничего такого особого ультра-нового я не узнал. Хотя, особо не следил за жизнью Ходорковского. И что он конкретно такого прогрессивного сделал для страны или земли, не очень понимаю. Ну вот, кроме этой открытой России. И еще странно то, что... Путин отпустил его и деньги ему оставил. Путин же любит деньги-то тащить у всех его банды. В общем, по-моему, все одинаковые эти. Березовские, Ходорковские, Путины. Ну, может, немножко, да, и получше. Ну, как бы, для обычных людей не особо, что меняется. Тем более, он говорит, президента надо менять. Президента вообще просто, ну, убрать надо, а не менять. Если он где сидит в Швейцарии, там же и нет никакого президента, что он не знает, знает. В общем, по-моему, делать просто нечего. Ну и... Скучно же, но вот патриота... Патриотом... Поиграть ему охота. Так, если Путин его боится, и денег его, и как бы они как будто не знают, сколько у него денег, а... да явно же они знают, но это... Не сложно последить каких-то шпионов, тем более, такие ресурсы есть у Путина. Он говорит, нет, это тайна, да, блин, ясно, они знают, ну, миллиард там, ну, сколько у него было, 15 миллиардов, ну, миллиард, наверное, остался или пять. То есть, что они не знают? Все знают. Это как с Мальцевым, который людям говорит... То есть, не говорит, где он, а явно знают спецслужбы и России, и США, там. Это то же самое, типа, вот они не знают. Какой-то реальной угрозой был, то убрали бы его. Не сложно же его найти там в Швейцарии. Какой-то реальной угрозой был. Что это такое? Что это такое? Ну, давай. Сюб — Какой-то реальной угрозой был. Какой-то реальной угрозой были. В общем, я считаю, сразу надо к парламентской стране переходить или к анархии какой-нибудь. Может, анархию сделать без этой ерунды всякой. Ну, в общем, Сотник описал в прямом стриме 7 июня или июля какой-то прямой стрим у него был, часовой. В второй части он там описал план, нормальный план вполне. Сделают люди или нет, это же их проблемы. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Что-то пишет. Белые ленточники. Мне пофиг какая у них лента красная-белая. какое-то хернюк пишет. Какую-то хернюк пишет. Что-то в Киеве из США поставили. С США там бандитов-то поменьше уж явно было в Киеве. Те, кто и был. Украинцы всякие. Смешно. Так. Ага. Лекция какая-то. А кто там прямые трансляции ведет? О. Носик. Спрятался. Носик. Так. Агатов. Надо позырить его будет как-нибудь. Шлозберг. Давно я его не видел. Да и видеть неохота. Потому что в партии плохой состоит. все партии плохие. Ну кроме моей стримаши. Два года назад. О. Баронова. Вот он ее там нанял. Что она одна что ли? Да. Не очень. Довольно лучше. Интересней. Так. Ну тогда еще посмотрим статистику. тогда. Споршал. Блэйд. Там статистику можно смотреть. А то ее все прячут. Хотя правда когда выключаешь количество подписчиков показывает. То он и не показывает. Мало кто выключает. Но вот. Когда выключает он не показывает. Клинчики с курицей с какой-то говняной съел. Дешевая. Начинка конечно просто именно вот как говно. Ну почти что как говно. Тысяча роликов. Кира себе. Это дофига. О. Ростовская область еще у них есть. А че почему у меня Ростовская область. Так. Что он зарабатывает? Тысяча долларов. Ага. Прикольно. Это они мне пишут от блог. Надо выключить. А у меня не от блог. А у меня от гвард. Так. Просмотры. Растут что ли. Десять тысяч. Десять тысяч. Это просмотры. Миллион. Пол миллиона. Просто нету. то есть народ не интересуется. А проблемы то есть у народа. Это что подписчиков месяц по тысяче прибавляется. И вот даже упало сильно. Ха-ха-ха. Да. Работяшка. Не. Не специалист. Ну или того кого он нанял там блин. Нанимает охеренных типа чуваков каких-то. Пускай меня нанимает. Я наверное лучше справлюсь. Оу. Подписался что ли кто-то? Прямо сейчас. Или что это там там? 247. Сколько было? Вот. 152. 152. Вот. сейчас посмотрим немного минут пять я не буду целый час сидеть на статистику это подписчики как-то он прямом смотрит настоящем времени как сказать прямой прямом прямой трансляция сделали бы время показывали бы в самом акаш окошке запускаешь здесь время показал когда стрим идет там странице я вижу что показывает об этом не очень понятно за временем следить ну ясно народ вообще особо не интересуется я смотрю сейчас вот для интереса сразу встанем ставим навальный лайф статистику и посмотрим я думаю будет там реально шевелиться 30000 у них диктатор диктатор навальный пускай пускай будет диктатор 20 тысяч долларов в месяц максимально чё там минус 1000 подписчики они про этих про ботов роботов говорили которые подписываются описываются такая не все только 31 07 один раз сделали ой и еще блин 8 и 9 странная да происходит она эти боты роботы из петербурга может они где-то еще сидят появился тот то есть это наверно они борются как я понимаю вот это минус 270 минус 337 типа чтобы в рейтинге там падал я не знаю точно это механизм google да он и сам его скрывает наверно оценивать как плохо когда отписывается минус 300 человек я подписан уже не успеваю все смотреть что у них там идет передач много полезного для меня на навальным life какие-то новые штуки узнаю хотя бы про юридическую или про компьютеры тоже там не посмотрел все и про деньги тоже можно посмотреть и будет хуже мужик чё такой на лист маленький так нет что у меня а тут этот настройки а что ли включил оператора какая-то штука может она мешает разговаривать всего выключил есть настройка в прямых трансляциях показатели скрыть участника во время трансляции отключать звук изображение гостей во время трансляции презентацию ну это в общем я убрал это просто решил попробовать они и рот всем затыкать что там что-то произошло один отписался один писался и второй подписался молодцы молодцы люди 308 3000 катик клэп там 5 миллионов или сколько у нее там барахла какого-то столько же должно быть на прогрессивных каналах но ничего себе народу зрителей подбавилась ну что я все сказал про кодорковского повторять уже особо нечего мне кажется он маловато если и вкладывает денег в как назвать там революцию стремление к прогрессу то как-то маловато если он зажалел даже дом жене там 2 миллиона фунтов говорит ой это дорого 500 миллионов долларов есть или сколько там до миллиарда у него может и все 15 остались я не знаю ну говорите 2 много на дом себе да что-то какая-то странность там с деньгами не-не-не ну что там происходит почему почему падает у Навальный лайф я не доволен мне нравится канал какой-нибудь музыку включил но youtube же он же блокирует блокирует и сразу вообще там наказывает вся музыка принадлежит сша арчит арчат какая-то фирма там придурочная я про Навального там по-моему делал ролик арчат типа там альтернативная какая-то на самом деле обычно это же самое от sony от кололась и навальный музыку использовал этого арчата ну купил бы музыку на стороне если не бесплатно пихать можно же где-то просто лицензию на сайтах я смотрел тоже искал там вот поиспользовать песенку там 10 долларов такое можно купить уж я бы уж никак не стал связываться с sony и подобными обратными фирмами которые только позорятся странно пришло уведомление мне о моем стриме два раза почему-то почему два раза одно такое в тоненькой полосочкой а другое в толстой не понимаю откуда как-то все происходит да на навальный пока стоит на 1 подписан упала а может это одно уведомление из гугл ютюба а другое из плюса откуда-то оттуда очень плохо понимаю но надеюсь пойму откуда эти уведомления приходят ой блин говняный блин съел и живот заболел а не доживу до революции привет привет ну короче по ходорковскому хотел сказать что значит он же боролся с путиным когда ему предъявили вот эти все уголовные обвинения формально что он там от налогов уходил там убийство еще на самом деле это скорее всего все это было все это он делал когда бизнесом занимался там то есть его обвинили в том что мошенничество при налогах и то что обвиняет еще сейчас в убийстве мэра нефтьюганска вот но реальный то повод то что он реальную конкуренцию путину решил составить вот и эти все ребята они подняли все эти его делишки компромат скажем так который имелся на него и посадили его нашли формальный повод но я такую версию лучше ничем не лучше путин он знаешь чем только лучше тем что он таланта талантливее в том плане что он смог компанию вот такую построить успешно вот но он ничем не лучше тех бизнесменов которые сами что-то построили с нуля то есть он сам ничего с нуля не строил он организовал банк 90 занимался от этой приватизации в залоговых функционах участвовал и приватизировал нефтянку который советский народ делал но это заметно что он по умнее это заметно разговаривает хотя бы нормально а не как путин там как дурачок конечно намного умнее но в плане того что он там за какой-то народ это естественно нет вот он как бы я патриот хочу чтобы россия в прогрессу пришла ну как-то странно для меня эти слова звучат от него хочешь ну отдай свои деньги ну вот на революцию все все деньги отдай на революцию тогда я поверю что он патриот ну какой хороший порядочный человек он уклонился от налогов на нем убийство скорее всего это правда поэтому все это подняли чтобы его засадить в тюрьму вот говорят что он свое отсидел уже это как бы все смыл но все равно же это было то есть он там на его совести там убийство и так далее там неважно там по каким мотивам но все равно это что порядочным человеком его нельзя назвать а у меня еще еще кстати хотел сказать что вот нигде об этом не говорят у нас в россии не на радио там не вот этих всех либеральных сми что у него этот был заключен договор с бароном ротшильдом с якобы ротшильдом о том что если его активы в россии арестуют там то оба должны прийти к этому круче до перейти что не понял активы активы юкоса если арестуют в россии какие-то проблемы будут то все должны перейти к этому барону ротшильду и кстати вот этот открытая россия организация путин отнял юкос и передал бы ротшильду я не очень понял да не нет это был договор у них такой это мелькало западной прессе то есть деловое в россии об этом не говорят а те деньги короче заключен был договор на тот случай если активы юкоса там его бизнес короче какие-то проблемы будут то перейдут они к этому к барону ротшильду но я так понимаю никто что-то ему в россии ничего отдавать не не собирается это просто так это просто такой ну так значит ротшильду что-то что-то перешло он же потерял юкос да ничего не перешло юкос он попал в этот рост нефть его поглотила путинская сечинская ничего к ним не пришло просто по этот договор такой был понимаешь что в случае каких-то проблем должно было перейти он не строит вот и еще второй момент что вот этот открытая россия же у него есть да у ходорковского так вот штаб-квартира это открытая россия она находится в доме сэмерсета в лондоне этот дом тоже принадлежит семье ротшильдов и один из очередителей этой организации тоже этот якоб ротшильд тоже об этом нигде не говорят ну да не особо он открытый такой странный какой-то чем что какие фирмы вложил нифига непонятно как он на вкладывал чем меня удивило что он заныл что дорогой дом купил за 2 миллиона и мучила 2 миллиона дорого дорого блин если у него 500 и за два купила это если у меня 100 тысяч рублей есть я бы купил что за 2000 да он такой дорогой был дом какой-то блин отвратный ну так что так вот поэтому я я же не вижу смысла какие-то интервью комментировать его ну так я и говорить понимаешь все что угодно тут нужно смотреть на его дела долго не собирался ждать я просто думал что может я что-то пропустил может быть он действительно патриот России да нет и лучше его биографию почитает и не слушай все эти интервью там это же показывают сам понимаешь тоже для этой всей либеральной тусовки наши они все молятся на Ходорковского а у меня все время вопрос подробности не знают у меня когда я смотрю все время вопрос в башке возникал а что Путин не убил его как бы ну типа убил бы ну и деньги отнял бы все чуть я не понимаю ну вот это вот кстати такой тоже большой вопрос я предполагаю что ну а понял понял какая-то серьезная крыша если он срочно связан то поэтому у него такая крыша а да 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 у меня сразу возникла мысль что еврейская мафия ну как бы да да я не знаю там еврейская не еврейская ты же этот момент же такой был когда его уже отпускали этого Ходорковского он его же там вообще за ним это отконвоировали в Москву а потом он самолетом сразу в Швейцарию вылетел и там его освобождением он занимался как говорят вот тоже один немецкий такой еврей гершель по моему или кто там какой-то он уже умер ну то есть да может быть да как бы такая еврейская мафия знаешь поэтому но это нельзя говорить потому что сразу ты становишься преступником ну а может быть знаешь там эта мафия Путину что-то там пообещала вот и как бы Ходорковский был очень ценным заложником да как бы а ну да не всегда не всегда выгодно убивать иногда выгодно да 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 не всегда выгодно да конечно на что-то там он разменял серьезно может быть ну ясно в общем в России проблемы спасителей нету все по-старому ну если Ходорковский придет то он поставит там этих своих своих людей не знаю будет там другая диктатура может быть там я не знаю с каким-то другим может быть может быть даже с более человеческим лицом ну может быть мне тоже так казалось а это он тоже про Украину сказал говорит что ты не помогал Украине он говорит ну это не моя страна если ну если он мог бы я не знаю не мог наверное помог бы Украине освободиться от богачей от бандитов то Россия Россия тоже бы ну быстрее бы освободилась как будто он этого не понимал что ли да не знаю какая-то у него деятельность вообще вялая это политическая открытая Россия вообще ни о чем так вот я посмотрел канал на ютюбе там 50 тысяч подписчиков это пустое место можно сказать там есть люди ну он сотник у него там 220 тысяч сейчас не ну сотник это журналисты его сравнивать то с открытой Россией то политики не они они тем же самым занимаются вот этим мирным протестом вот этим бесконечным которые ни к чему в России не приведет это уже давно понятно как вот эта акция их было надоело да когда они ходили письма Путину носили ну это я смотрел а такое ощущение такое ощущение что они просто деньги у Ходдера отрабатывают создают такой пиар и это просто протест не ради цели какой-то да просто ради процесса получения денег ну это да у меня тоже самое про Немцова я считаю что он же 10 миллионов около 10 миллионов рублей в месяц получал зарплату мне кажется вот он просто не какой-то там спаситель России был или как его там называют патриот просто за 10 миллионов работал и все многие молятся на Немцова я читал про Немцова что он когда был губернатором его же там тоже многие восхваляют что вот он значит там область поднял дороги там при нем нормальные были вот ну там действительно там он на основе конкуренции там вот эти дороги строились он там это в рыночную экономику пытался делать вот я читал что такая такие сведения есть что он все-таки подворовывал там и вывозил выводил деньги это западный банк банков Нью-Йорк но это уже без сомнения у меня сомнения вообще в этом нет даже не сомневался а про мирные хотел сказать способы говоришь мирных нету а есть же мирный по-моему рабочий стачки забастовки вот люди объединяются например какие-нибудь предприятия и хоп стачку устраивают и стоят и все и это же проблема сразу возникает у государства экономики ну кто угодно там врачи и учителя и это же мирная и она и она работает ну в других государствах там в Англии она вроде работает в других государствах демократических она работает а в нашем государстве это не работает это уже давно понятно ну лично мне это понятно уже давно а что было бы ну я понимаю что не могут а если бы вот собрались бы учителя и устроили бы стачку почему бы не сработало ну потому что во первых как мы наблюдаем по этим всем протестам какая-то группа выходит и остальной народ ее не поддерживает это первое второе их то их просто напросто сажают там инты там приходят ОМОН судит сажает и так далее и они ничего мирные мирные люди они ничего противостоять никак не могут поэтому а понятно то есть тачка работает поэтому в цивилизованной стране в цивилизованных странах только да а здесь просто мартышки как Южная Корея это работает ну в Германии по моему все время бастуют там эти летчики там стюардессы там ну Южная Корея молодцы выгнали этого президента свою бабу это нелепо что то у Навального там то подписываются то отписываются ну жизнь идет на канале так сколько там прошло уже можно скрывать стрим о а че не зашел этот фрисошка фрисошка а спят ну да можно закрывать в общем сколько он тут час уже достаточно Ходорковский больше не стоит еще кто-то там отписывается от лайва так там тут я прочитал что экономист говорит у Навального это Милов наверное этот что государство должно полностью регулировать экономику ну да это чушь государство вообще не должно быть это правильно ну они просто людей чем-то привлекают как я понимаю ну что все будет хорошо ну Соловей там все хорошо объясняет профессор из Москвы привлекают просто людей привлекают просто людей пускай привлекают в общем-то идеальных то все равно нет они же не к плохому привлекают это Путин там к убийствам и грабежам привлекает а эти вот так болтают разные ничего страшного прослушал у меня тут выпадал а ну там я привлекает комментарий я почитал который написал фри сошити там что экономист Навального говорит что государство должно полностью регулировать экономику поэтому он бандит Навальный и его экономист экономист это я понимаю там у него один же сидит милов этот мужик государство ну государство конечно да оно ничего регулировать толком не может оно только все портить может ясно что это ерунда ну пускай люди обсуждают программу я пообсуждал программы какие нашел ну сделал там ролики на канале своем я имею ввиду а программу которая мне понравилась сотник говорил прямой эфир у него был не помню дату какую ну не много там у него штук пять этих прямых эфиров и там он сказал какая программа есть действий чтобы поправить там ситуацию вот эту программу я как бы и поддерживаю там на куски поделить все брать президента что то еще там в общем кардинальная программа кардинальная работает всегда ну или закрыть вообще закрыть всю страну и раздать ее раздать ее прогрессивно короче если у нас не будет серьезных ребят серьезных а кто кто это серьезный не что то не слышно а серьезных этих бунтарей в смысле это вы знаете а это вы вы не вы что ли вы что то вы вы что то вы батаре все умерли в этом но в конфликтах всяких разных дэнер лнр там патриоты может новые появятся молодежь молодежь то есть ну ладно в общем все обсудили по этой теме интернет письма вообще вылетаю постоянно сотовый или какой да нет стационарный просто было я по улице ходил тогда с телефона заходил стримы и из телефона выкидывает ну как бы интернет не пропадает просто меня выкидывала я не знаю там перегревался что ли телефон хотя вроде не перегревается и вот так сидишь ну здесь потом хоп выкидывает я заметил вот этот фрисошка тоже он там с телефона по-моему заходит это же он заходит и его выкидывает ну то есть это какая-то какой-то сбой у них что ли но батарейка не села интернет есть и так хоп еще я сбой там один раскрыл когда теле 2 ростелеком сим-карта сотовой на улице скорость есть нормальная более-менее там около двух мегабит но когда смотришь прямой эфир он стопорится вот это что-то ростелеком проблемы какие-то а когда заходишь уже то можно кое-как разговаривать белая не вроде нормально поэт короче хочу хоть искать не выкидывал а этот терещу короче мне кстати очень понравилось опять опять пропала трещу кобыловой а дальше что опять опять все пропало но смысле звук пропал и не все пропало так что там зрители кошку хотели на кошку показать и заканчивать что тема не особо интересная и в жопу я другое потом лучше обсудить что там Продолжение следует... 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 любую хорошую вещь не просто делать фильм отчет за фильм три части какой-то фильм снял уже я ролики снимал так фильм это я не дошел еще что что за фильм ну что давай подписчиков привлекай мохнатая чудила ты что узнал что ты в эфире прямом что ли мышоночек мышоночек самый хороший ой какой молодец ой ням 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 что там съел съел сухарики сухарики съел на мышонок мышонок мышоночек всем пока слава прогрессу который понемножку делаем и и и и и Продолжение следует...